Вы на канале улицы Москвы. В предыдущем выпуске у нас была прогулочка по цветному бульвару. Ну а теперь мы проехали одну станцию на метро. Вышли на Менделеевской и оказались на улице Новослободской. Улица Новослободская также довольно крупная. Ее протяженность составляет 1 километр 600 метров. Проходит между улицей Долгоруковской, а также Бутырским валом. И названа она по новой Дмитровской Слободе. Собственно, старая Дмитровская Слобода располагалась на месте Малой Дмитровки. Но здесь вот чуть севернее получается новая Дмитровская Слобода. Которая отделилась от, соответственно, старой и малой Дмитровских Слобод. До 1891 года в состав улицы Новослободская входила улица Долгоруковская. Ставшая сейчас фактически начальным участком этой улицы, если двигаться туда-обратно в сторону Садового. Кстати, интересно, здание Мегафона. Вот то, что видите, высоточку здания Мегафона. В таком вот стиле. Ну, а сейчас мы недалеко находимся. Вот пересечение с улицы Лесная. А также улицы Полиха. Ну, фактически, видите, какое здесь оживленное движение. Улица Новослободская является одним из начальных участков Северной в вылетной магистрали. Такой, как Дмитровское шоссе. Ну, вот после Савеловского вокзала, соответственно, она продолжится как улица Бутырская. То есть за третьим транспортным кольцом. Ну, а улица Бутырская, соответственно, уже в районе Дмитровской, перейдет, собственно, в Дмитровское шоссе, которое является одной из крупнейших московских улиц. Здесь все еще Тверской район. Он идет почти до Савеловского вокзала. То есть до железнодорожной линии сменяется районом Савеловский. Сегодня пасмурный, но теплый при этом летний денек. Очень приятно гулять в такую погоду по Москве. Так, и вот здесь улица Полиха. Вправо улица Лесная, влево. По ней ходят трамвайчики. Кстати, это одна из немногих трамвайных линий, которая была продлена. То есть построен новый участок, правда, небольшой, являвший собой кольцо в районе Тверской заставы. Что там? Ну вот, фудмол-депо знаменитый. Можно туда попасть по лесной улице. Если двигаться в ту сторону, можно выйти к Московскому государственному университету путей сообщения МИИТУ. Ну, а на нечетной стороне располагается следственный изолятор Бутырка. Где ждал своего приговора знаменитый футболист Александр Кокорин. Ну, и Мамаев тоже. Вот так выглядит со стороны улицы Новослободская. КОНЕЦ Ну, здесь вот тоже уложили плиточку на всем протяжении. КОНЕЦ Ну, соответственно, где следственный изолятор, там и вот такие машинки встречаются. КОНЕЦ Так. КОНЕЦ Тихвинский переулок. КОНЕЦ На нечетной стороне тоже видим плиточку на тротуарах. Фонарик еще поставили там. Ну, это вот отдаленная часть Тверского района. Самая такая простенькая, наверное. Там вообще ближе вот к угловому там порядковому переулкам. Такая советская типичная панельная застройка. Ну, это ближе внутри вот этого микрорайона. Здесь же, конечно, в основном сталинская архитектура. На улице парадные, так скажем, дома. Ну, как мы видим, очень оживленные движения. А это, соответственно, и выхлопы. Отметим довольно широкий тротуар. Также вот помимо МИИТа располагается в окрестностях университет Станкин. То есть много тут учебных заведений. Вот жилой дом. 57-65. Здесь жил биохимик Браунштейн. Травмолог, ортопед Приоров. Кстати, вот улица Приорова. Также его есть. Невролог Филимонов. Патолога, анатомы Стругов и Давыдковский. А в общем, жили тут медики. Дом медиков. И даже какое-то тут небольшое ландшафтное благоустройство. Анатомы Стругов. Ну, а почетной стороне, кстати, вот, если свернуть в этот переулок, можно попасть к Станкину. Дальше почетной стороне у нас комплекс зданий Скорбящинского монастыря. Большинство монастырских построек разрушены в 1929 году. Но некоторые также сохранились и до наших дней. Дом 58, как раз по Новослободской улице. И вот тут Станкин. Так, сейчас собор Всемилостивого Спаса. Это кирпичное сооружение, сохранившееся до наших дней. И здание Станкина. Так, ну, будем закругляться. Пожалуй. Ну, будем закругляться. Хорошо.